Добро пожаловать на наш канал! 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 Здесь нужно быть очень внимательными и хорошо знать направление, в котором следует идти. Давайте потренируемся. Посмотрите на карту. Как добраться до домика лесника? А потом пройти прямо до домика. Молодцы! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Могут иметь одинаковый периметр. Строить квадраты и прямоугольники на бумаге вы уже умеете. А что делать, если нужно построить рисунок по клеткам? В этом случае нужно знать направление линий и количество клеток в каждой линии. Определим начальную точку. Мы будем выполнять построение строго по линиям клеток и записывать свои действия. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Мы вернулись в ту же точку, из которой начали движение. Какая фигура получилась? Правильно! Черепаха! Запись последовательности наших действий называется инструкцией. Попробуйте продолжить инструкцию к другим рисункам на странице 47 в задании 3. И постройте эти фигуры в своей тетради после окончания урока. Найдите значение выражений удобным способом. Мы знаем, что от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. Значит, слагаемые можно сгруппировать и сложить так. Сначала к 45 прибавить 5, а потом к 38 прибавить 2. Получится 90. Найдите сумму чисел 6, 27, 14 и 3. Чтобы быстро и рационально выполнить вычисления, изменим порядок слагаемых. Сначала к 6 прибавим 14, а потом к 27 прибавим 3. Получится 50. Найдите сумму чисел 12, 19, 8 и 1. Сначала к 12 прибавим 8, а потом к 19 прибавим 1. Получится 40. Молодцы! У вас отлично получилось. Пришло время подвести итоги. Сегодня вы узнали, что запись последовательности действий называется инструкцией. Учились выполнять действия по инструкции. Чертить фигуры на бумаге в клетку. Оцените свою работу на уроке. Подумайте, на какой ступени вы находитесь сегодня. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи на наших уроках, где мы обязательно узнаем что-то новое и интересное. До свидания!